Во время ирландской кампании Дрейк подружился с Томасом Дауси, бывшим доверенным слугой графа Эссекса, человеком смелым, набожным и весьма образованным. Вместе они вернулись в Англию осенью 1575 года. В это время англо-испанские отношения вновь стали напряженными, и партия войны при дворе Елизаветы, возглавляемая новым государственным секретарем Фрэнсисом Уолсенгемом, готова была начать активные антииспанские действия. Дрейк привез с собой в Лондон письма графа Эссекса, рекомендовавшие его Уолсенгему, как способного человека, который, учитывая его прошлый опыт, мог быть использован для службы против испанцев. Полагая, что война с Испанией рано или поздно начнется, Уолсенгем предложил королеве отправить экспедицию против заморских владений короля Филиппа. Командиром экспедиции был утвержден Фрэнсис Дрейк. Морякам и солдатам, вербовавшимся в экспедицию, дали понять, что корабли пойдут в Средиземное море, в египетский порт Александрию. Это стало известно экспанскому агенту Антонио де Горасу. Однако тот, будучи опытным купцом и разведчиком, не поверил указанной информации. Тем не менее, даже ему не удалось выведать, куда же в действительности отправляется Дрейк. 20 сентября 1577 года сеньор де Горас писал королю Филиппу. Пират Дрейк собирается идти в Шотландию, чтобы за большую сумму денег возвести на престол принца шотландского. Они предложили капитану Бингему, знакомому его высочеству и другим важным персонам, сесть на суда, якобы предназначенные для плавания в Индии, под командованием этого моряка Дрейка, что стало для них большой неожиданностью. Тем временем на Темзи были снаряжены два судна. Это был 16-пушечный корабль «Элизабет» грузоподъемностью 80 тонн и «Пенас Бенедикт» грузоподъемностью 40 тонн. Еще три судна снаряжались в Плимате – 18-пушечный галеон «Пеликан», 10-пушечный барк «Меригол» и 5-пушечный флейбот «Суон», предназначавшийся для транспортировки провизии. Пока шла подготовка к экспедиции, глав Лейстер уведомил королеву о раскрытии католического заговора. По его словам, заговорщики, среди которых находился испанский агент Антонио де Гарас, собирались убить Елизавету и отдать британскую корону Марии Стюарт. Королева тут же предприняла решительные контрмеры. 19 октября она велела арестовать де Гараса, и 20-го он был брошен за решетку. Англо-испанские отношения обострились до предела. Отряд английских волонтеров под командованием Джона Норриса готовы были переправиться в Нидерланды, чтобы оказать помощь принцу Вильгельму Аранскому в его борьбе с испанской тиранией. Таким образом, политическая обстановка благоприятствовала Дрейку и его компаньонам. 19 сентября 1577 года Элизабета Бенедикт ушли из Лондона и спустя некоторое время прибыли в Плимут, где присоединились к остальным трём судам экспедиции. Находясь перед входом в Магелланов пролив, Дрейк переименовал свой флагманский галеон-пеликан в Голденхайн – золотую лань. Предполагают, что это было сделано в честь фаворита королевы сэра Кристофера Хэттена, верх гербового щита которого украшала позолоченная лань. Этим символическим жестом генерал, очевидно, хотел смягчить возможную негативную реакцию Хэттена на казнь его секретаря Томаса Даути. Когда падал ветер и течение стало благоприятным, флотилия двинулась к сходу в пролив. А в день Святого Варфоломея, 24 августа, вошла туда и направилась к трем островам, на одном из которых англичане заметили огни. В полдень корабли встали на якорь возле самого южного из островов. Глубина пролива здесь достигала примерно 20 сажений. Дрейк дал этим островам имена Елизаветы, Святого Варфоломея и Святого Георгия. Елизаветой был назван самый большой из островов, тот, у которого остановились суда. Назвали в честь Святого Покровителя Англии островом Святого Георгия. Остров Святого Варфоломея известен теперь как Санта Марта. Двигаясь вдоль побережья Чили на север, Золотая Лань 12 декабря достигла места, называемого Тонгой. Оно находилось на 30 градусов южной широты, и где-то здесь Дрейк рассчитывал встретиться со своими потерявшимися во время шторма судами. Несколько дней прошло в бесплодных ожиданиях. Матросы несколько раз высаживались на берег и обнаружили в нескольких сотнях ярдов от пляжа водный источник. Однако воду здесь не стали брать, возможно, из-за того, что обнаружили индийскую засаду. 15 декабря Глеон пошел дальше. 18 декабря, согласно записям Ньюна де Силвы, он стал на якорь напротив хорошей гавани. На следующее утро англичане отправились искать воду и поймали две большие свиньи, а затем на них напали туземцы и захватили одного человека. Нападавших было 250 человек, на лошадях и столько же пеших. Ровно через неделю, завершив очистку и смазывание бортов, корсары вывели золотую лань и ее приз из залива Салада. Инас сопровождал их, держась ближе к берегу. Дрейк без сомнения искал место, где можно было беспрепятственно высадиться и пополнить запасы питьевой воды. Гавань Капиапа прошли, не задерживаясь. Через 11 лик увидели небольшой остров, видимо, Панды-Асукар, возле которого 22 января стали на якорь. На берегу нашли четверых индейцев, накормили их и одарили подарками, надеясь на то, что они покажут участникам экспедиции водный источник. Но когда на следующий день на берег сошел отряд матросов, они так и не смогли найти воду. 4 февраля золотая лань стала на якорь в устье реки Писагуа, где находилось небольшое селение Тарапака. По-прежнему, испытывая недостаток в питьевой воде, Рейк выслал к берегу Пинас. В ночь на 6 февраля золотая лань появилась возле порта Арика. В то время этот город был главной артерией, через которую серебро, добывавшееся в рудниках потоси, переправлялось морем в Кальяу – морские ворота Лимы, столица вице-королевства Перу. В порту Корсары застали два испанских судна, на одном из которых, принадлежавшем Филиппе Корса, они обнаружили, по разным данным, от 34 до 37 слитков серебра и сундук с серебряными пластинами, которые оценивались примерно в 500 песо. Второе судно, принадлежавшее шкиперу Хорса Диасу, оказалось беднее. На нем нашли груз воска и около 300 кувшинов с вином и оливковым маслом. Субтитры создавал DimaTorzok